Вчера в 7 часов вечера по территории Углича и района прошел смерч. Частично задев правобережную часть города и района, он в основном охватил левобережье, где проживает 13 тысяч жителей. В левобережной части города, где отсняты эти кадры, пострадал частный жилой сектор, особенно на улице Пушкина, где упавшие деревья проломили крышу одного из домов, в котором проживает Мария Алексеевна Бровкина с семьей. Далее на соседней улице упавшие деревья разрушили террасу. В результате смерча в левобережной части города и района были серьезно повреждены линии электропередач, на восстановление которых потребуется 2-4 дня. Задача осложнена еще и тем, что порванные провода спутаны с деревьями. А особенно сильно пострадало любимое место отдыха у Угличан – Сосновый Бор на берегу реки Корожечный. Полностью повалена аллея тополей у шлюза от ГЭС до Супоневского дворца. Однако свои основные силы ураган обрушил на деревню Бурмасово и прилегающую к ней территорию. Там повреждено около 40 жилых домов и 10 ферм. По предварительным подсчетам, только на стройматериалы, электропровода и на организацию самых необходимых мероприятий по ликвидации последствий стихии в городе и районе потребуется 350 млн. рублей. Вечером, сразу же после происшествия, в администрации Угличанского муниципального округа был собран штаб по чрезвычайным ситуациям, обеспечивший принятие первых мер по ликвидации последствий урагана. Вчера же вечером на левый берег были направлены бригады из четырех организаций – лесхоза, лесокомбината, ПОУЖФЭ и РЕМстройкомплекта. Они занимались расчисткой территории и проезжей части от образовавшихся завалов. Сразу же приступили к работе и электрики. Таким образом, первые восстановительные работы на левом берегу продолжались в течение всего вечера и ночи. Сегодня в администрации вновь состоялось заседание штаба по чрезвычайным ситуациям. На нем была отмечена хорошая работа лесхоза, организации РЕМстройкомплект и МП «Энергетик», а также даны поручения руководителям городских организаций в плане ликвидации последствий урагана и скоординированы их дальнейшие действия. В работе штаба принял участие представитель областного штаба гражданской обороны полковник Михаил Николаевич Кудрявцев. «Тут не пойдем, перезвонок, там пойдем». «Меня дома не было, я была на заводе, я убираться ходила». «А вы работаете там, да?» «Да, на Минеральном, там полкрыши тоже снесло. Сразу свет погас, мы все три уборщицы, одна наверху, в булгалтерии начала лить. Там была я внизу и в цехе, все мы без свету там, в потемках. А вот как по набережной, то иду домой, то туда подошла Шилова, то дома дошла. Как сразу-то увидела, что у меня все деревья лежат на крыше. То я там так под этим деревом улегла. Говорю, он Шилова, вставай, вставай, я тебе помогу выбраться. Ну что делать? Ну как-то может, говорит, и все это образумится. Вот как теперь, я не знаю. Там сейчас вот много навалено в разрешении этих самых елок. Кто-то тут может дадут разрешение. Так это же все эти, все стропила надо, всю обвязку, все, все, дети, деревья. А вы одна же ведь? Нет, сыновья, он помогает. А дома кто-нибудь был во время смерти? У нас она была с ребенком, наверное, дома она была. Я пришла, она уже ревут в окошко, глядит, внучка трясется. Ой, страшно. Здесь, во-первых, потемнело. Я сам учитель. Значит, потемнело, и чувствуется резкое падение давления. Это было заметно. И поэтому произошел бурак. Смерч. Ну, деревья-то, видите, причем деревья некоторые не только старые, но и сломанные. Но неудачно, видите, падение деревьев. Ну, пострадалась семья, самое страшное, по законам подлости у них. Ну, паники не было, вот что приятно, паники не было. Держали все молодцы. Пришло очень много молодежи на помощь им. Но здесь сплошные деревья были. И здесь кто, и свои, или это... Это уже где-то за два часа вот это все... Вот, да, да, здесь делали, даже прямо молодцы. Ее с работы там, видите, все делают. В этом отношении спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok